Всем привет! Это не кликбейтное название и действительно мы нашли способ создания сессии с вашими друзьями, в которыми работают охотник за головами, тележки, события свободного режима, торговые пути, оружейный барон. И в ней будут принимать участие только те, кто находятся с вами в сессии. А попасть в сессию может только тот, кого вы хотите. Из нее нельзя крошнуть, читеры на нее не взаимодействуют. Вообще, в принципе, это возможность играть с вашими друзьями в Red Dead Redemption, не боясь встретить читака, не боясь того, что вас закрашат. Вы сможете проводить ваши мероприятия, Готика снова сможет проводить свои турниры и как это сделать подробнее в этом ролике. Немножко по механике. Каждая сессия, которая создается, в которую вы подключаете свободный режим, прыгать на лагерь, неважно, имеет свой идентификационный номер. Иными словами, когда вы попадаете и загружаетесь кому-то в сессию, она уже в априори была создана и имеет свой идентификационный номер. Когда идет событие свободного режима, в приоритет попадают на него люди из вашей сессии. После чего, когда идет недобор людей, сервер подтягивает людей из других сессий, которые также делали запрос на событие свободного режима. Этот способ позволяет вам создать сессию с вашим уникальным идентификационным номером, иными словами, с паролем, и на нее будут попадать только те люди, которые будут знать этот пароль. Больше никто на нее не попадет. Читаки не могут вас перетянуть из нее к себе. В принципе, никакой другой игрок, неадекват или еще кто-то не сможет. Количество участников в сессии не ограничено. 32 человека. Это максимум, который может быть в игре. Это не 6 человек через покерный стол, и она не забивается рандомно через 10 минут после того, как вы поиграли. Все животные здесь есть, все задания доступны. А легендарные преступники, весь ваш прогресс после того, как вы прокачались, заработали золото, выполнили дейлики и захотели с кем-то постреляться, предположим, вы можете спокойно вернуться в обычные сессии, и весь ваш прогресс сохраняется. Вы также находитесь в игре, и другие люди могут вам что-то писать. Но подключиться к вам они не могут. И вы к ним подключиться не можете. Что нужно сделать? Давайте по порядку. Навсегда избавиться, навсегда избавиться от читаков. Так. Так, в смысле как? Сейчас узнаешь, блядь, Говер, пожалуйста, хоть бы ты был. Большая красная кнопка. Ёбать по читакам. Я не все пизды изживаю. Реально такое бывает, да? Сейчас будет. Сейчас, подожди. Да ну нафиг, что-то вы на уровне какой-то фантастик. Говер, да, мы в сессии, сука, удалось. Блядь, блядь. Ну-ка, 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 я сейчас... Мы вдвоем в сессии, которую невозможно крошить. То, что вы сейчас видели, это и была попытка создания этой сессии, в котором находятся те люди, которых вы хотите это сделать. Для того, чтобы создать такую сессию, куда может подключиться только человек, которого хотите вы, крошануть вас не могут. Забытия свободного режима доступны, легендарные преступники доступны, легендарные животные доступны, спаун животных больше. Это как соло-сессия с покерным столом, которую невозможно крошить с неограниченным количеством человек. Для того, чтобы это сделать, надо скачать у нас из Дискорда. То есть, вступить в Дискорд, ссылки в описании под роликом, пройти авторизацию, скачать файл в разделе «Полезное». Вот этот файл, вы его скачиваете. И в нем будет файл x64. Вы его скачиваете себе на рабочий стол. После чего? После того, как вы скачали этот файл, вы открываете корневую папку игры. То есть, там, где установлена именно игра. У меня, так как она стоит в Rockstar Launcher, это Rockstar Games. В Steam там тоже будет Steam, дальше Rockstar Games и так далее, так далее. Вам надо поставить вот эту папку, перенести в свою основную папку и нажать «Продолжить». После того, как вы продолжили, вы заходите в эту папку x24. После чего вы заходите в дату, открываете файл Startup при помощи блокнота. То есть, открыть с помощью, дальше выбираете блокнот, открываете ее и перед вами открывается такой файл. В самом конце, в самом низу, в самом низу вы создаете уникальную сессию с идентификационным номером, которая будет доступна только игрокам с таким же файлом. Предположим, вы создаете Gothic Test и сохраняете этот файл. После чего вы запускаете игру. После того, как вы запустите игру, и ваш друг, у которого стоит абсолютно такой же файл с надписью вот здесь снизу «Gothic Test» попадет к вам в сессию. А вы попадете к нему. Вы можете спокойно выйти, заниматься своими делами, нажать «Ок» и вы попадете только в эту сессию. Для того, чтобы другой человек попал к вам в эту сессию, ему надо знать этот пароль. Иными словами, если в вашем дискорде сидит там 10 человек, и вы хотите быть все в одной сессии, чтобы вам никто не мешал делать делики, чтобы читаки не были такими назойливыми, вы просто вставляете сюда, предположим, цифры 1, 2, 3, 4 и попадаете только к своим сессиям. Все. Все функции этой сессии доступны. В покерном столе есть огромное ограничение. Теперь, самый важный момент. А как сделать так, для того, чтобы потом вернуться обратно ко всем в сессию, поучаствовать, постреляться, побегать с читаками, не важно. Вы заходите в этот в «Дату» и удаляете этот файл «Стартап», его удаляете, и удаляете файл «Boot Launcher Flow». Вот этот файл. И все. После того, как вы их удалили, полностью, целиком удалили эти файлы, дальше запускаете игру и спокойно уже играете со всеми. Здесь вам никто не ограничен. Для того, чтобы опять вернуться обратно в ту сессию, которая принадлежит вам и вашим друзьям, снова ставить этот файл. Этот файл можно не удалять, а просто вырезать из папки, сохранить это на рабочем столе и просто перемещать его туда, когда вы хотите поиграть в сессию. Для этого надо будет выйти из игры и зайти по новой. Отсюда два вопроса. А могут ли за это забанить? Исходя из того, что у вас игра будет предупреждать, что у вас идут изменения файлов игры. Могут ли за это забанить? К сожалению, ответа я дать на это не могу. Так как вы себе не накручиваете денег, вы не накручиваете себе шмот, вы не создаете отдельный контент, вы не лезете в папки с текстурами, но вы лезете в корневую папку игры. Однако, если изменить, допустим, убрать детализацию кустов, деревьев и так далее, игра вас тоже будет предупреждать, что файлы изменены. И в теории за это могут забанить, но это большая теория. Так как на данный момент, допустим, люди с читами, они делают изменения в игре, запускают параллельно программы и так далее, их не банят. Я не уверен, что за это забанят. Однако у меня такая ситуация, вы сами знаете какая, что нет возможности стримить, играть нормально, так что такие мешают, и для меня это естественный реальный выход. Есть люди, у которых проблемы с респауном животных, есть люди, которые просто хотят поиграть вдвоем, втроем, в пятером, в семером, в восьмером, перевести телегу, чтобы никто не напал, никто не поломал игру и так далее. Это выход для вас. И второй вопрос. Как получить этот файл? Я уже сказал, заходите к нам в Дискорд, ссылки в описании под этим роликом. Более того, оформляйте спонсорку всего от 49 рублей в месяц, я ищу для вас действительно эксклюзивный и уникальный контент. Более... Ну и хотелось бы сказать огромное спасибо нашим спонсорам, которые оформили максимальный уровень спонсорки. А это Вовка из ПБ, Виктор Попов, Алексей Котов, Анастасия Морс, Макс Кочегаров и Готик Некса. Спасибо вам, ребята, что поддерживаете канал. Дружище, ты тоже можешь это сделать. Ну и, конечно же, приходите на наши стримы, ставьте лайки этому видео, разошлите его всем, кого вы знаете. Пусть все Дискорды знают о том, как раз и навсегда избавить свою игру от читаков, назойливых дурачков, которые мешают вам играть. И спасибо вам за просмотр.